Праздник традиционно проводится в формате концертов, творческих конкурсов, выставок, мастер-классов и спортивных соревнований. В рамках Дня соседей готовят культурно-развлекательные программы для детей и взрослых. Проводятся церемонии награждения юбиляров, чествования старейших и самых маленьких жителей, семей спортсменов и учителей. В этом году мы рисуем рисунки для наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Также пишем письма, потом это все отправим нашим ребятам. Зеленая шкатулка, обмен с рассадой, таланты нашего двора, потом будет дегустация различных блюд. То есть каждый тост приготовит что-то свое, кто чем занимается. У нас многие тосты выиграли губернаторский грант и кто закупил печку, кто закупил там еще что-то. И каждый год, в общем, будет очень вкусно пироги. И за этими пирожками очередь, приготовленная они с душой, для соседей. В добрых соседских отношениях Елена Ремезова знает толк. Она состоит в ТОС уже два десятка лет. С учетом того, что день соседей отмечается не первый год, а каждый год, мы обязательно со своим угощением встречаем соседей. Ну, соседи ведь, как говорят, прежде чем купить дом, сначала познакомься с соседом. Вот мы точно так же. Нас уже знают каждый год. Мы уже приучили, что мы с пирогами, с блинами. Сегодня мы даже с супом щавельным. Поэтому вот как-то так. В прошлом году я выиграла губернаторский грант. Доброе сдоба ТОС. Купила себе все, что мне нужно для выпечки. И теперь это уже мое. Я каждый год езжу по всем соседям, по всем мероприятиям, обязательно с пирогом. Это визитная карточка наша. Приехали на праздник и представители совсем молодых, но очень активных ТОСов. Вот, например, дом, который стал вторым на всероссийском конкурсе лучших летних дворов. Это результат слаженной, дружной жизни соседей. Я представляю свой дом, Шевченко 82, корпус 2. Дружные у нас ребята, дружные соседи. Поэтому нас, в общем-то, наверное, для этого и пригласили. Можно посмотреть на стенде, да, как мы живем, как мы дружим, как мы играем, как мы празднуем всякие там празднички. Вообще очень сложно, конечно, в новостройке сдружиться, да, потому что когда люди вселяются, они буквально не знают, кто живет по соседству через стенку, да, там напротив и так далее. Поэтому здесь самое главное, наверное, что нужно делать, это проводить различные мероприятия и праздники, чтобы люди вместе выходили, отмечали, общались, знакомились и, в общем-то, потом в дальнейшем дружили. На этом празднике в Верхнем городском саду играли, веселились, пели песни и просто общались. Знакомились и делились опытом. Дружить с соседями можно и нужно. И это стоит делать не только по праздникам. Продолжение следует...